Добро пожаловать в Церковь Жатва, город Омск. Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро! Драгоценные! Я вас приветствую и, наверное, нет лучшего места, когда мы в воскресенье приходим в Дом Божий. Аминь! Где мы можем поклоняться Господу, где мы можем наслаждаться Его присутствием. И, наверное, единственное место – это Его присутствие, где мы способны по-настоящему измениться. Аминь! Аминь! Здесь написан текст. И я хотел бы, чтобы мы открыли первое местописание Евангелия от Иоанна, 4 главу, 38 стих. И мы прочитаем этот текст и будем размышлять о Слове Божьем. Потому что это важно для нас. Мы приходим в Дом Божий, мы приходим для того, чтобы услышать, применить и уйти отсюда измененными. Аминь! Итак, Иисус говорит, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд». Итак, то, что мы видим сегодня, мы видим наполненный зал спасенными людьми. Это на самом деле не наш труд и не то, что мы сделали. Мы вошли в этот труд и мы пожали это. Были до нас люди, те, которые платили определенную цену. И, знаете, я, находясь здесь, я вспоминал свое детство, и я помню, как моих родителей, их пугали Сибирью. И им говорили о том, что если вы будете водить своих детей, мы отправим вас в Сибирь. Я жил на юге Украины, и тогда для нас это казалось что-то, ну, наверное, страшное. Хотя, смотря на родителей, мы видели, что их ничего, они не боялись, их ничего не пугало. Но прошло какое-то время, и я оказался в Новосибирске, поехал на миссию, не потому что нас туда отправили, а потому что пришло время для того, чтобы быть миссионером. И я рад, что я нахожусь там, где Бог желал видеть меня. Итак, когда мы смотрим на нашу христианскую жизнь, мы понимаем сегодня, что были люди до нас, которые посвятили себя, они мечтали о том, чтобы была свобода. И тогда, когда я был маленьким, об этом сложно было, в это сложно было поверить. Когда я учился в школе, я помню, со мной проводили специальный урок о том, что все уходили домой, меня брала классная руководительница и говорила, «Гагарин летал в космос, но Бога там не видел». И вот этот урок, он продолжался, ну, многие-многие годы. И уже я помню, когда я становился старше, она говорила, «Саш, ну я проводила с тобой урок». Я говорю, «Гагарин летал в космос». Она говорит, «Ну да». Но, знаете, что меня впечатляло, это вот отношение того старшего поколения, наших родителей, как они смотрели на жизнь и как они смотрели на обстоятельства, которые окружали их. Они смотрели, улыбаясь на эти обстоятельства. Я помню, однажды пришел домой, и я говорю отцу, папа, был урок, и нам сказали о том, что мы произошли от обезьяны. И он поулыбался, он сказал, «Ну хорошо, ты спроси у учительницы, почему, если мы от обезьяны, у обезьяны колени в обратную сторону». Я пошел в школу, у нас урок, и я поднял руку и спрашиваю учительницы, «У меня есть вопрос, почему у обезьяны колени в обратную сторону, если вы говорите, что мы от обезьяны». Учительница посмотрела на меня и сказала, «Я не знаю». Я пришел домой, папа спрашивает, «Ну что тебе учительница ответила?» Я говорю, «Сказала, что не знает». Он заулыбался, и я вообще ничего не понял, потому что ни учительница ничего не сказала, ни папа ничего не сказал, он просто улыбнулся и ушел. И через какое-то время мы были в зоопарке, я смотрю на обезьяну, у него колени в ту же сторону, что и у нас. Знаете, это было непростое время, это были трудные времена. Сегодня мои дети спокойно могут учиться в институтах. Когда мои братья, они хотели поступить в институт, это было невозможно, потому что им нужно было быть комсомольцами и так дальше. Но цена была уплачена. И сегодня у нас замечательное время, у нас свобода. Мы спокойно можем проповедовать, мы спокойно можем передвигаться по городу, мы спокойно можем поклоняться Господу, у нас есть молитвенные дома. И сегодня, когда мы слышим, что кто-то говорит нам о том, что вот вы там сектанты, или еще каким-то образом обзывают нас, у нас как будто бы внутри что-то, какое-то возмущение. Но я хочу вам сказать, мы должны быть совершенно другими людьми. Библия говорит, блаженны, когда вас гонят. Вы блажены. И это привилегия для нас сегодня быть верующими людьми. Привилегия была для моих родителей быть верующими людьми, потому что они никогда в своей жизни не говорили о том, что нам очень сложно жить. Мы в очень стесненных обстоятельствах. Всякий раз, когда приходили к нам домой, искать Библии, например, или просто с какими-то вопросами, и мы как дети, мы спрашивали у папы, папа, ну что? И папа нам говорил, все хорошо, Господь с нами, и Господь на нашей стороне. И знаете, когда сегодня какие-то обстоятельства приходят в мою жизнь, я вспоминаю его лицо, я вспоминаю его выражение, как он просто смотрел на жизнь. И он имел это внутри себя, и он это легко мог сказать, Господь со мной. Сегодня другое время. Сегодня мы даже не замечаем каких-то трудностей, хотя они есть. Если мы смотрим на наших детей и их молитвы, мы переживаем сегодня определенные трудности, пандемия, и наши дети, они молятся о том, чтобы и церковь, и каждый человек, он был исцелен. Аминь. Но это всего лишь промежуток какого-то времени. Я сейчас вспомнил, как однажды мой сын старший, мы возвращались с одного места, и он попросил купить ему воды, и я протягиваю ему водичку, и он быстро закрыл дверь, потому что он был в автомобиле, и придавил мне палец. Мы приехали домой, мой палец посинел, и он посмотрел на мой палец, и он говорит, папа, я хочу помолиться за твой палец. И мы встали в круг, и он взял мой палец, закрыл глаза, и на полном серьезе сказал, дорогой Иисус, благослови эту пищу. И старшая сестра его толкает, ты о чем молишься? Но, знаете, это дети, они непосредственно, его молитва, она была всегда о пище. И здесь он хотел помолиться, чтобы мне было легче, но так как его была молитва одна об одном, он просто помолился. Я знаю, что Господь, Он реагирует на наше сердце, то, что внутри в нашем сердце. Аминь. Итак, друзья, Иисус говорит, мы вошли в чей-то труд, мы пожинаем то, что кто-то когда-то платил какую-то определенную цену. И у меня сегодня вопрос, и вызов к себе и каждому из нас. После нас, что будут сжать наши дети и дети наших детей? В какой труд они войдут? И, знаете, есть такое выражение, я хочу это выражение прочитать, такой некий круговорот времен. Тяжелые времена создают сильных людей. Тяжелые времена они создают сильных людей. Когда были тяжелые времена, когда наши родители еще были живы, и они становились сильными. Знаете, это были железобетонные люди. Их невозможно было каким-то образом, ну, остановить. Я помню, когда уже родители были в возрасте, мы им говорили, вам нужно отдыхать. Но они никогда не хотели отдыхать. Они работали, и они не пропускали ни одно богослужение. И всегда вопрос, как, разве вы не устаете? Нет, они уставали. Но то сложное время, оно сформировало их, как сильных личностей. Сильные люди, они создают хорошие времена. И вот эти сильные люди, они создали хорошие времена, и это время, в которое мы с вами живем сегодня. Они платили определенную цену. И теперь хорошие времена создают слабых людей. Я помню, когда мои родители, они говорили, мы работаем так, потому что мы хотим, чтобы вам как-то было легче, чтобы вы как-то прожили, ну, немного другую жизнь. И сегодня, когда все хорошо, это немного расслабляет нас. Это как-то создает, ну, такое состояние, когда мы особо не хотим сегодня работать, сегодня СМИ нам предлагают разную рекламу, как ты можешь заработать деньги. Но Библия говорит, Бог благословляет дела наших рук. Но нам же хочется просто куда-то вложить деньги, что-то купить и много приобрести, чтобы было много денег. Но наши родители, они верили совершенно в другое. И еще один момент. Слабые люди создают трудные времена. Я хочу еще раз прочитать, может быть, кто-то записывает интересное высказывание. Тяжелые времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена. Итак, у меня вопрос. Какое время мы хотим, чтобы шло после нас? Сегодня, может быть, мы не задумываемся о том, какие поля мы с вами распахиваем и что мы садим на эти поля. Мы просто живем, наслаждаясь этой жизнью, не задумываясь о грядущем, о тех поколениях, которые будут после нас. Мы так устроены. Нам всегда хочется, чтобы у нас было все хорошо. Мы на самом деле не задумываемся. Конечно же, мы молимся о наших детях. Мы говорим нашим детям. И мы мечтаем о том, чтобы наши дети, они были посвящены нашему Господу. Но вопрос. Какая будет жатва у них? Что будут жать они? Я хочу обратиться к Священному Писанию и показать, что всегда, во все времена, были разные мнения. И когда Бог вывел израильский народ из Египта, из рабства, они уже шли по пустыне, прошло какое-то определенное время, и вот Моисей, он берет 12 человек, и он говорит, вы должны пойти и посмотреть, посмотреть, что это за земля, какие люди там живут, что в ней и так дальше. И вот числа 13 глава, 31 и 32 стих, эти люди возвращаются, такие разведчики, они вернулись, но у них было два мнения. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем, завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И так они вернулись, они вместе смотрели на эту землю, может быть, когда они шли по этой пустыне, они вместе мечтали, о чем они мечтали, что Бог, то, что обещал, мы идем туда, там будет замечательное место, это будет замечательное время, когда мы сможем войти в эту обитованную землю. Но когда они пошли и посмотрели, вернулись, вдруг у них разное мнение, одни говорили, зачем? Знаете, это было непросто, они ходили по пустыне, и может быть, им уже хотелось просто как-то успокоиться, остановиться. Знаете, как иногда нам кажется, что, ну, уже достаточно мы сделали, надо как-то остановиться. Но было и другое совершенно мнение, которое говорили, мы пойдем, Бог с нами, мы это сделаем. Знаете, мне кажется, вот были годы, там, сороковые, по 80-е годы, когда тоже церковь или верующие люди, у них было разное мнение. Одни говорили, ну, сложное время, зачем проповедовать, мы так спокойно, тихо, сами в себе, где-то там, ну, и мы даже ходить не будем, потому что это опасно. Другие говорили, мы пойдем, мы пойдем еще в одну деревню, мы будем проповедовать, для того, чтобы царство Божье, оно расширялось, для того, чтобы появилась еще одна церковь, мы будем это делать. Буквально недавно, разбирая отцовские книги, я увидел одну бумагу. Никогда папа не говорил о том, что когда-то его, может быть, там штрафы какие-то были. Уже когда я был постарше, я помню, однажды приехали, у нас было служение дома, его забрали, и там 30 рублей выписали штраф. Но удивительно, я нашел одну бумагу с 72-го года. Это бумага, где мой папа проповедовал на похоронах. Это были похороны. Если возможно, вывезти можно было бы сюда, потому что я дал ту бумагу. Возможно, да, это сделать? Бумага такая старенькая, желтенькая, там все печати, то есть был суд, где на этом суде за конкретные действия, за то, что на похоронах была проповедь Евангелия и читалась из Библии, был выписан штраф 50 рублей. И тогда, на то время, 50 рублей, когда вся зарплата была там около 100 рублей, может быть, 98 рублей было. Это была большая сумма. Но я никогда не слышал, чтобы папа, он говорил о том, что мы вот, мы платили штрафы. Знаете, это было так, как будто бы заплачено, и мы продолжаем дальше идти. Это было совершенно другое мнение. Они мечтали, они молились о том, чтобы сегодня, они мечтали об этом времени, о свободе, но мы сегодня имеем эту свободу. И знаете, удивительно, я подумал, что тогда нас, как церковь, как людей, сегодня расслабляет. Нас расслабляет хорошее время, нас расслабляет свобода, нас расслабляет тот момент, когда ну, все хорошо. И это на самом деле расслабляет. Я подумал, неужели мы такие люди, нам нужно все время какие-то стесненные обстоятельства, чтобы мы как-то, ну, как-то хотели куда-то идти, хотели вспахивать, может быть, новые поля, хотели что-то делать для Господа. Неужели нам нужны эти обстоятельства? Однажды, я помню, одна сестра пришла в церковь, и я помню, что я ее видел, но много лет назад, и у нас была встреча, и она стоит, плачет, я подхожу к ней и спрашиваю, что случилось, и она говорит, вот, восемь лет назад я ходила в эту церковь, и я не могла родить, но я ходила, просила, за меня молились, и я родила ребенка, родила дочь и перестала ходить, как бы получила желаемое и перестала ходить, но вот прошло восемь лет, и буквально на этой неделе нам поставили диагноз сахарный диабет, и очень прогрессирующие сказали, что вот она может дожить до восемнадцати лет, и все, и мама в панике, и я смотрю на нее, и у меня вопрос, почему мы такие люди, потребители, нам хочется что-то получить, и на этом мы останавливаемся, мы не идем дальше, но жизнь, или в жизни работает всегда закон, закон сеяния и жатвы, и никто никогда не мог и не сможет этот закон каким-то образом отменить. В числах, в четырнадцатой главе, тридцать восьмым стихом, вот, были события, одни и другие высказали свое мнение, и написано в тридцать восьмом стихе, только Иисус сын Навин и Халев сын Иефонии остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. Знаете, есть еще и опасность того, что нам кажется, что это же мое мнение, как хочу, так и живу. Да, мы все имеем абсолютное право на свое собственное мнение, но как важно, чтобы наше мнение, оно совпадало с мнением Божьим, как важно, чтобы мы думали так же, как думает наш Господь. Аминь. Чтобы мы понимали, что мы с вами несем ответственность за те поколения, которые придут после нас. И так, для тех людей была честь быть служителями, они не отказывались. Знаете, когда сегодня я смотрю на христианство, так просто, ты человеку говоришь, что тебе надо, чтобы твоя жизнь изменилась, тебе нужно что-то оставить, что-то поменять. И человек очень спокойно может сказать, ну я не хочу это оставлять, я ухожу из этой церкви, и я пойду завтра организую свою церковь. Знаете, в те годы это было невозможным, потому что тогда, если ты назывался служителем, или если тебя рукополагали пастором, то возможно, что на следующий день или через несколько дней ты мог уехать куда-то в ссылки, тебя могли забрать. И каждый понимал, что это цена. Но эти люди, они не боялись, у них было свое мнение, они о чем-то мечтали, они о чем-то думали, они к чему-то стремились. 1 Иоанна, 2 глава, 12 и 14 стих. Хочу, чтобы мы прочитали. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Мы видим, что здесь Писание нам говорит о неких возрастах, как физически, так и духовно. И вот, если мы вспомним нашу юность, или кто-то сейчас, вот вы находитесь в подростковом состоянии, но если нам вспомнить нашу юность, это такой удивительный возраст, когда нас тянуло, наш мозг был любопытен, нам хотелось куда-то пойти, нам хотелось что-то больше узнать, пойти туда, куда никто не ходит, не знаю, залезть на девятиэтажку, побродить, попрыгать по гаражам, я не знаю, все что угодно. Может быть, это со мной только было, я не знаю, но мне кажется, вот когда мы были подростками, нас тянуло туда, где, ну, где-то, может быть, наши нервы, что-то щекотало, что-то щекотало, ну, охота была попробовать, что это, как это, и вот этот возраст, Библия говорит, что юноши, они сильны, и они победили Лукао. Знаете, мне кажется, что этот возраст, он весьма важен в жизни каждого из нас, и так, когда Библия говорит о младенцах, когда мы только пришли к Богу, это такое время, когда мы покаялись, это такое время, когда мы только родились, когда Бог обнял вас, принял и сказал, ты мой, все тебе прощено, и мы наслаждаемся этим временем, и знаете, многие люди, они остаются в этом времени, потому что, ну, зачем идти дальше, их устраивает, я прощен, я спасен, иногда прихожу в Дом Божий, но из этого времени нужно перейти в другое время, время юношей, юноши, это те, которые не успокаиваются, юноши, это те, которые стремятся, юноши, это те, которые готовы идти дальше, знаете, невозможно из детского возраста сразу прыгнуть в возраст отцовства, это сделать невозможно, хотя мы, как верующие, иногда пытаемся это сделать, поэтому апостол Павел говорит, немногие делайтесь учителями, потому что мы вроде бы способны кого-то научить, но там нету отцовского сердца, знаете, когда мы в подростковом этом возрасте, чтобы перейти в отцовство, нужно проживать жизнь с Богом, нужно не бояться каких-то моментов, знаете, мне казалось в детстве, что я очень хорошо знаю своего папу, я знал, что он, если сказал, он это сделает, если он сказал, ты наказан, даже если я подходил к маме и просил мама, ну поговори как-то с папой, она говорила, это бесполезно, и даже если она говорила, иди ложись спать, и папа приходил, я не спал, ожидал, и мама говорила с отцом, папа говорит, я обещал, поднимай, и мне казалось, что, ну, если я что-то сделаю, такое сверх, сверх, то, ну, я не смогу дома, наверное, остаться, поэтому я всегда боялся, если что-то делал, то где-то подальше, чтобы папа не знал, ну, как подростки, да, мы делаем, чудим, делаем какие-то неправильные вещи, и вот я помню, однажды мы приехали с богослужения, у нас были гости, и папа купил новый автомобиль, это сейчас просто его купить, а тогда он работал в шахте, и там по очереди давали, и вот несколько дней, как этот автомобиль, мы покушали, и я помню, я пришел в гараж, зашел в гараж, и я видел, как мой папа брал паяльную лампу, накачивал эту лампу, спички поджигал, мужчины понимают, о чем идет речь, и вот, я не знаю, почему, но, но вот, юноша, интересно, как, 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 горит, они кушают, общаются в доме, я беру эту паяльную лампу, и вдруг, загорается гараж, и я выбежал, закричал, папа побежал, с теми, кто был в гостях, они потушили, и я помню, я смотрю на все это, и я понимаю, мы жили в своем доме, там была большая собачья будка, там собака у нас жила, и я думаю, ну, теперь вот, мой домик вот здесь, и знаете, к моему удивлению, когда папа потушил, он подошел ко мне, он обнял меня, не сказал ни слова, и он сказал следующее, даже если бы сгорел автомобиль, и сгорело все, ты навсегда остаешься моим сыном, и вот иногда нам кажется, что мы знаем наших пап, иногда нам кажется, что мы знаем по-настоящему нашего Бога, но если мы не проживаем с ним жизни, это невозможно, почему-то мы с вами боимся, боимся каких-то вещей, которые приходят в нашу жизнь, мы говорим, зачем мне нужны какие-то трудности, но послушайте, трудности, мы должны понимать, что в нашей жизни, это не стена, это определенные ступеньки, идти дальше, и подниматься выше, и выбор за нами, выбор за каждым из нас. Друзья, когда мы говорим о наследии, которое будет после нас, мы должны с вами понимать, что нам нужно распахивать, распахивать эти поля, нам не нужно бояться, не нужно быть в числе тех, разведчиков, которые пришли и сказали, это невозможно. Я хочу сегодня вас ободрить, чтобы каждый из нас, мы глубоко в своем сердце приняли решение, я буду идти дальше, я не буду останавливаться, чтобы у нас появилась эта страсть по неспасенным людям, чтобы мы их видели, и мы их замечали, чтобы мы, как верующие люди, мы понимали, чтобы каждый из нас, мы понимали, что мы не просто с вами называемся, знаете, можно называться, но чтобы мы были частью. Я хочу прочитать еще одно место Священного Писания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok